Матгуль, привет! Мы находимся в Сириусе и читаем сегодня лекцию про полимино. Я ее буду читать школьникам, а вы посмотрите на ютубе. Все это началось в далеком 2018 году, когда на матпразднике в 7 классе появилась такая задача. Возможно, даже кто-то из вас ее решал, не знаю, в каком глобальном классе, но задача такая. У нас есть тетра-мино. Тетра – это 4. У нас есть 5 видов тетра-мино. Есть 5 видов тетра-мино. Существует ли какая-то фигура на плоскости, которую можно разделить на каждый из этих видов? Что можно разделить на такие, можно разделить на такие, ну и на каждый из этих видов. но так как это задача на праздник это может догадаться что ответ был да потому что доказывает не очень приятно хотя давайте мы сначала сначала про пентами но я покажу что на все это минонер за 5 и всего 12 штук и вот оказывает что для пентами на не существует а для тетрами на существует вы можете пока порисовать для тетрами на зритель тоже можно попробовать видите ли сточек с ручки вот и а я пока докажу доказательства что для пентами на нельзя давайте я тоже нарисую рисовать но из пяти клеточках там в том числе есть вот такая вот такая буковка п с русская и есть крестик и вот выясняется что уже для этих двух фигур не существует фигуры которая делится и на то и на то мы посмотрим на правую границу на самую верхнюю клетку у нас есть среди самых правых есть самая верхняя у нее есть квадратик да вот это это самое верхнее значит здесь ничего нет вверх сегодня и правее ничего не значит здесь мы знаем как стоит крестик здесь крестика быть не может быть потому что ну да потому что он выйдет правее значит здесь ничего нет но значит мы знаем что он сюда но она вот эта фигура должна делиться на такие буковки п но тогда но тогда это буковка она вверх не может быть так значит она вниз ну значит вот здесь вот тоже есть такая клеточка а ее уже точно нельзя никак ее точно нельзя никак крестом замостить вот такое доказательство для пентами но нельзя и там есть очень красивые примеры как нам надо на 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 6 на 7 видов пентами но можно сделать вот мы видео эти примеры вставим но по-моему неизвестно какой максимально понятно что на 12 нельзя вот это доказательство что максимум 11 вот есть какой-то примерно на 7 или на 8 а вот промежуток этот там есть которым неизвестно но не то чтобы это прям очень нужная задача в колхозно-тракторном хозяйстве это скорее поиграться вот так про тетрами но вы наверно порисовали примеры какие-нибудь я не знаю у кого-нибудь что-нибудь получилось но очень важно вот эту вот штуку с квадратиками вот эту вот про это кстати будет лекция про вот эту с квадратиками про это про это и будет ну давайте еще дадим значит это немножко молчаливого такого думания чтобы попробовать попробовать друг у кого не получится но на мат празднике это была одна и последняя задача как известно мат праздник намного сложнее чем чем какой-нибудь в сервис мы пока проверим кадр мы эту лекцию снимаем на канал саватеева мы мы лекцию на канал саватеева снимаем но пока об этом не знает саватеев большой молодец в том плане что умеет рассказать математику не математика approximately 10 hours later у меня это S это L это T и какие получилось? для всех получилось вот сейчас выйдет школьник и нарисует пример как для всех чудеса монтажа это случилось сразу после того как я спросил да да супер школьника зовут Павел Павел сейчас Павел все нарисует ну действительно вот существует пример когда из 32 клеточек которые можно ну вот тут вид сейчас сходится который можно сложить из четырех прямоугольничков таких два на четыре тут вот видно четыре таких прямоугольничков внутри остается такая дырка три на три вот и понятно что прямоугольничек можно разделить на фигурки типа L фигурки типа O и фигурки типа I вот а также если если хорошо обглядеться то тут можно увидеть что можно разделить на вот такие штуки на сдвинутый такой ну на прямоугольник у которого сдвинули а такую можно такую можно разделить и на буквы T и на буквы S вот такой элегантный пример и вот пока школьники решали возник вопрос а можно ли привести такой пример без дырки вот и у жюри тоже возник такой вопрос и удивительным образом оказывается что нет вот что фигуры которую можно разделить на каждый из этих видов и без дырки не существует казалось бы это вообще ну из разных некоторых областей математики вот так вот так вот этот пример мы привели вот оказывается что без дырки не существует и проектов это и будет доказательство эту задачу разместили в ну жюри не решила эту задачу про то что доказать что обязательно есть дырка жюри не решила эту задачу разместила в буклетике для ну которые выдаются решениями вот в конце там дописали такую задачу и потом ее выложили куда-то на Art of Problem solving сайт вот через какое-то время через полгода мне присылают что питерский программист Айдар Сайранов решил эту задачу вот что он доказал вот что было очень здорово я это доказательство и расскажу вот и потом у нас вышла совместная статья в журнале Квант в 2021 году я как автор задачи он как решатель я чуть-чуть упростил еще его решение вот но по сути придумал он и очень забавное решение вообще непонятно но оно как будто вот так все совпало что вот существует такое решение а продолжается ли это на какую-то другую вот науку это непонятно и даже там доказалось более-более серьезный факт потому что если фигура делится и на квадрате и на ППС то мне обязательно изберет вот такая теорема заказывается для начала можно заметить что таких фигур их вообще много их бесконечно много потому что можно вот это вот просто к себе прикладывать вот например для для конкретно квадратика и вот этой буковки С можно сложить вот так вот по циклу 4 4 квадратика чем-то похоже на схему заклинивания вот ну вот ее также можно вот на эти вот буковки С и такие молнии разбить вот но есть еще всякие другие примеры вы можете порисовать вот а мы будем доказывать факт если фигуру по клеточкам ну не пустую можно разбить на квадратике на фигуру типа буквы О и на буквы С которые можно отражать вот тут получится другая фигура но которую можно отражать если ее можно и на это и на это про нее известно два факта то в ней обязательно изберет вот это мы докажем за сегодняшний революс как известно есть два типа стирания можно стирать под горизонталью или под циклами ну я не знаю я сейчас мы начертим какой-нибудь странный пример вообще там строится забавная конструкция там мы сейчас будем красить два цвета чтобы можно было догадаться что здесь какие-то раскраски будут играть но они будут как-то очень странно играть которые как никаких других олимпиадных задач я не встречал чтобы так играли раскраски здесь и снова у зрителя будет чуть лучше ситуация потому что это все будет вырезано как я тут черчу так сейчас проверю что я все правильно нарисовал вроде такое можно разделить на квадрате ну кстати разбиение на квадраты всегда единственное просто жадным методом можно делить вот какой-нибудь угол берем и туда вставляем наш квадрат а разбиение на на такие ски непонятно думаю что просто не всегда единственное думаю что бывает несколько так вот этот пример сейчас мы поймем что его на буковке с я другим цветом нарисую какие тут какие-то звуки с вроде вроде разбилось школьник аула хочет показать пример как делится не всегда единственный способ как можно несколькими способами вот так вот и перевернутый такой же способ мы на этом примере будем будем что-то понимать хоть это не очень просто это случайный пример фигура которую можно разделить и на и на квадрате и на эти буквы я сложно чтобы рассуждение было с разных сторон больше показано что мы будем делать мы раскрасим в черные белые цвета нашу доску и в каждой фигурке вот такое неожиданное замечание что в каждой фигурке были две белые две черные клетки и в квадратиках и в делении на квадратики и в делении на рубрике S вот после этого мы возьмем в каждой фигуре две черные клетки возьмем их центры и соединим отрезками это мы назовем черным разбиением то есть у нас выбрали какое-то разбиение на буковке S и какое-то разбиение на квадрате мы их зафиксировали и дальше мы в каждом квадрате провели такой отрезок и в каждой буковке S провели такой отрезок между черными клетками да, соответственно у нас из каждой черной клетки будет выходить два отрезка иногда они могут совпадать если у нас квадратик пересекается с ну по черным лет и если пересекаются к квадратикой буковка S то то отрезки могут совпадать а в остальном из каждой из каждой центр черной клетки будет выходить Alabama отрезка и соответственно посмотри что за граф у нас получится если мы рассмотрим все центры черных клеток нашей нашей фигуре утверждается в графе из каждой вершины выходят по по два ребра то граф просто разбивается на такие циклы ну соответственно здесь сейчас мы еще по пути докажем что не во всех местах будет здесь у нас еще могут быть вот такие иногда два ребра между двумя вершинами такое мы докажем что разбиение есть не не такой цикл что есть еще какой-то другой цикл причем циклы будут четной длины замечу цикл ученые длины потому что в них чередуются то ребро из квадратико то ребро из буквы с цикл учетной длины а почему же собственно говоря у нас обязательно есть цикл который не 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 просто пара такая вершин ну для начала это лучше но можно чуть-чуть подкрутить чтобы это было правда почему это ложь нарисуем вот самый самый простой такой самый маленький пример которым который можно разбить и на и на квадратике и на с вот в нем если вот эти клеточки отметить черными вот то у нас разбиение вот такое вот на буковке с между центрами но это чуть-чуть мы скажем что или в черном разбиение или в аналогичном белом разбиение будет будет цикл не длины 2 почему же он будет потому что если у нас черном разбиение где-то цикл длины 2 то уже здесь видно что по белым у нас есть вершины из которой разные идут ребра это означает что здесь цикл будет другой то есть мы скажем что или в черном или в белом разбиение у нас будет цикл не длины 2 вот здесь вот в этом примере белом разбиение будет соответствовать циклу вот здесь вот так вот обходящий нашу ну дырку так вот это обходящий и мы не умоляю обществе мы скажем что в черном потому что если что мы перекрасим где они черные будут значит у нас в черном разбиение есть цикл давайте вызовем какого-нибудь школьника чтобы он вот на этой картинке построил какие будут какой нет никакой школьник не хочет это делать и прославиться на ютюбе ну ладно может быть какой-то из преподавателей хочет прославиться на ютюбе ну хорошо ладно давайте тогда давайте я сам сделаю у меня у меня тем более уже нарисовать вот этого черное разбиение для нашего конкретного примера ну надо раскрасить эти черные белые цвета и соединить нужные ну давайте ладно давайте я это сделаю жизнь меня готовит вот прекрасно сбоку как вас зовут я Денис Денис еще одна зленитость сейчас ну вот здесь вот видимо произошел ошибочный переход ой так может можно идти постигалочкой в реальности нам это разбиение не очень пригодится но ну раз мы его порисуем все таки это большое умение растянуть двухстраничную статью в кванте на пару это надо тоже уметь если кто-то захочет напечатать статью в квантике то я могу дать контакты и несколько моих статьи выходил в квантике помогло-ка помогло но теперь меня все знают я я я не знаю что квантик прекрасный журнал вообще я все все детство зачитывался участвовал в конкурсе правда ничего никогда не выигрывал ну как это я я в школьные годы чудесно я часто участвовал в конкурсе все мы здесь пока нет цикла смысле мы еще не нарисовали в квадратиках нападайся будет чуть проще здесь здесь все совпадает здесь совпадают здесь не совпадают начинать здесь не совпадает вот как видно здесь образовался цикл и причем внутри есть некоторое ребро но цикл образовался кстати в белом разбиение здесь тоже будет цикл вокруг вот этой дырки и вообще в целом мы будем так ну мы докажем по итогу что внутри любого цикла есть сейчас мы докажем что внутри этого этого цикла а также любого другого есть есть внутри этого вы можете лицезреть а мы будем доказывать в общем случае мы будем это делать немножко странно вот чем может быть потому что это странно и сделано поэтому вся статья вышла и поэтому мы и снимаем лекции длина цикла у нас черт обозначим ее 2к лекарное параллельное число ну причем не единица так же обозначим у нас будут белые у нас B и W B будет количество B будет количество черных вершин строго внутри вот этого нашего цикла не на границе W будет количество белых вершин строго внутри нашего цикла не на границе там хорошо тогда какие у нас соотношения верны на K, B и W А можно еще раз что было? B и W это количество соответственно black white количество черных черных клеточек внутри строго нашего цикла и белых в нашем случае K равно сейчас 12 цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 12 то есть K равно 6 B равно ну как известно B это не белое, а B это B ну а B значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ну вот здесь вот у нас еще ну мы исходим с предположения что внутри нет дырок то есть все внутренние клетки они являются клетками нашей фигуры вот мы под конце мы придем к противоречию соответственно в этом случае мы предположим что значит у нас B это 1 клетка, 2 клетка, 3 клетка ну вот одна из этих клеток в реальности не существует и W это 1 клетка, 2 клетка, 3 клетка, 4, 5, 6, 6, 7, 8 вроде вот так если любой внутри квадратик то в нем 2 белые и горного 2 чёрные клетка если какой то квадратик на границе то в нем чёрные клетки они на границе нашего цикла а одна белая клетка внутри то есть у нас должно выполняться такое, что количество белой клетки больше, потому что добавляются еще вот эти клетки, но они добавляются по количеству квадратиков. А квадратик у нас ровно k. На границе квадратиков, граничных квадратиков у нас ровно k. То есть по-хорошему должно быть, если дырки внутри нет, то должно быть w равно b плюс k. Ну у нас видно, что w не равно b плюс k. Но у нас это из-за того, что мы предположили, что внутри дырки нет, и в конце мы придем к противоречию из-за этого. А вторым способом, мы сейчас второе соотношение найдем, довольно хитрое вообще. Мы будем использовать формулу fika. По счете площади фигурной плоскости. Довольно забавная задача. Так возможно можно, например, даже какие-то, по-моему, задачи из ОК решать, или на олимпиадах. Вот это... Если какие-то вот есть есть вот там какие-то диагонатки такие проведенные, начерчена фигура на плоскости, то верна формула pika, что... С вершинами узлоксядки. Да, с вершинами узлоксядки. Все правильно, да. Что площадь этой фигуры равна сейчас... Ну, я не знаю. Давайте вот такой фигурой какой-то. Давайте что-нибудь еще из нее вырежем. Такое, чтобы было не очень просто посчитать ручками. То есть, в целом, площадь вот такой фигуры ее можно посчитать ручками, просто добавив такие треугольнички. И... Ну, да, ну, можно посчитать ручками. Ну, да, но... Есть способ проще. Может кто-то в зале и зритель посчитать ручками, просто вот добавив вот эти треугольнички, а мы посчитаем по форму лепика и проверим. Вот, давай. А, ну, хорошо, удаст кем. Красота. А что, вам же это треугольнички? Саша. Саша, вот. Это Саша расскажет. Так, у нас еще больше звезд. Теугольнички не считается площадь, да? Сажаете, пять? Пять. Ну, я не уверена. Так, ну, хорошо. Ну, объясни, как ты это сделала. Так, ну, в общем, я добавила треугольники, так же семь. Все красные. Вот, они будут красные. Все, два, три, четыре и пять. По клеточкам тебе считается площадь. Я вижу, опять, что-то да. Теугольнички не считается. Да. Вот, и теперь можно посчитать каждую площадь каждого этого треугольничка. То есть, у этого будет два. Ну, понятно. Ну, из этого и из этого уже учитаются вот эти вот все площадь. Да, они учитаются площадь и три двадцати. Так, а мы сейчас попробуем посчитать то же самое по формуле Пика. Сегодня мы не будем доказывать формулу Пика, но в комментариях, в описании будет ссылочка на статью про то, как доказывается формула Пика. Она довольно изящно доказывается через тающий лед. Такое вот, нам вот это все делается. Ну, короче, да, можете, можете в описании посмотреть. Вы тоже. Это такое жизнь-жизненное, жизнь-описание. Так, что за такое формула Пика? Мы считаем, сколько у нас клеточек, сколько у нас узлов сетки строго внутри нашей фигуры. Здесь, в данном случае, это число, это три. Также считаем, сколько у нас клеточек на границе. Здесь, сейчас внутри, это русская В, внутри три, на границе раз, два, три, четыре, пять, шесть. На границе шесть. И пользуемся формулой В плюс Г пополам минус один. Что площадь равна В плюс Г пополам минус один. Прошу не путаться, что тут С английская, а эти русские. Надо было еще что-нибудь греческого добавить там. Так, и так, три. Слушайте, даже сошлось. В равно три, три плюс шесть пополам минус один, нет, это пять. Нам повезло. Это либо и Саша ошиблась, и мы ошиблись, либо все были правы, и даже формула Пика верна. Но она, в формуле Пика, это я уверен, и вот сейчас мы ей и воспользуемся в этой фигуре. Так, сколько же у нас клеток с клеток на границе этой фигуры? Я сейчас не скажу, о какой фигуре. Это мы повернем вот так вот голову на 45 градусов. И будем вот эту фигуру рассматривать, как будто здесь сетка вот такая вот. Но в корне с двух раз больше. Вот. Здесь, здесь. Вот. И тогда на этой сетке наша фигура просто нарисована по по клеточкам. Вот. И тогда сколько у нее на границе точек? Чему равно Г? 2К. 2К, да. Г равно 2К. Вот. Потому что это просто вот наш цикл и у него 2К вершин. Так, чему равно В? В плюсы. Внутри? Нет. Нет. Внутри нам нужны центры только наших черных клеточек. А, точно. Ну, В это проще. Да. В? Ну, сейчас у нас будет написано странное какое-то значит, слово русско-английское, но внутри у нас ровно В узлов сетки, потому что это просто узлы сетки внутри нашей вот этой на новой нашей такой диагональной сетки это просто центры старых черных клеток. Так. А чему же равна площадь нашей этой фигуры? В? 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 Площадь фигуры по клеточкам можно просто посчитать по количеству этих клеток. Например, центров этих клеток. В? В? Количество центров этих клеток. Центры новых клеточек. Вот. Например, одна новая клеточка. Ее центр это высший центр обер клеточке. то есть у нас площадь этой фигуры в данном случае это 8 это количество просто центров белых клеток внутри площадь нашей фигуры с одной стороны ну то есть площадь нашей фигуры в данном случае 8 но в общем случае это должно быть дубль в по количеству белых клеток и так формула пика получается у нас площадь по формуле пика площадь равна сейчас секундочку у нас в плюс 2к пополам минус 1 то есть равна п плюс к минус 1 а здесь дубль в равно бы плюс к чушь это мы получили противоречия исходим исходящее из предположения что внутри была дырка мы получили просто противоречия что так не сошлось но заметно чтобы здесь вот у нас вот эта формула в данном случае верна то что мы посчитали по формуле пика дубль в это 86 плюс 3 минус 1 а вот это оказалось неверно это мы исходили из того что есть дырка и к сожалению пришли к противоречию или к счастью поэтому дырка обязательно есть внутри каждого цикла обязательно есть дырка что мы с вами и доказали если зритель хочет он может еще попробовать доказать что это дырка что обязательно фигуре есть дырка нечетной площади но мне кажется что это уже не настолько интересно но само это доказательство придуманная даром сайрановым программистом из питера студентом вот она какой-то удивительный вообще непонятно казалось я нигде другой математики не видел чего-то похожего вот меня это меня это доказательство поразило не знаю как как вас могут такие дела есть ли вопросы ну вот но кто не до конца понял может прочитать статью в кванте вот а так всем спасибо вы находились на канале подкульт привет пока